друзья всем снова привет с вами художественный проповедник польста и сегодня я хотел бы поговорить на такую тему как почему я постоянно делаю одно и то же давайте сейчас я разверну мысль который я пытался осмыслить и который хочу осмыслить вместе с вами в этом видео почему каждый раз я совершать не те же действия ведь мы с вами живем мы и так каждый день просыпаемся идем там умываться чистить зубы потом идем на работу наша жизнь и так похоже на то что мы делаем каждый день одно и то же и плюс мы обычно для каждого дела тоже используем практически одни и те же алгоритмы какие-то которые мы получили возможно давно может быть которые сформировались у нас недавно но это все равно одни и те же действия которые нам легко и просто делать они для нас уже простые понятные конечно же наш мозг всегда склоняет нас к тому что сделай это и будет будет хорошо получится какой-то результат но я думаю все из вас понимают что если выполнять одно и то же действие которое неправильно и не до конца точно то это не приведет к полученному какому-то хорошему результату как получению хорошего результата нет скорее всего будет что-то немножко другое и вот мне хотелось бы сегодня развернуть эта мысль да почему почему мы стараемся делать одни и те же действия которые возможно были получены еще в детстве когда мы с вами только учились рисовать или там кто-то учил нас например может быть он что-то рассказал нам неправильно или мы не так поняли но при этом мы схватили какое-то действие какое-то движение и вот нам показалось что она вот вот то как какой-то результат получается но не всегда вот это действие она приводит к тому что получается какой-то очень классный правильный результат иногда получается что это действие но все-таки далеко от какого-то идеального если мы с вами говорим какие-то спортивные действия, да, то я думаю, многие из вас понимают, что мы можем, например, заниматься бегом или прыгать, и это у нас получается, но, конечно, на профессиональном уровне мы должны более серьезно обладать техникой, мы должны ее ставить, возможно, не один год, и, конечно, и в рисовании тоже так, возможно, следовало бы делать, но у нас к нашему возрасту уже сформировались какие-то привычки, какие-то действия, которые мы делаем, и они приводят нас хоть к какому-то результату, который можно считать каким-то удовлетворительным, но что делать, если мы хотим вырасти и двигаться дальше, что если я уже не могу просто быть удовлетворен какими-то рисунками, которые уже у меня есть, что если я делаю их из года в год, и, в принципе, их скопилось большое количество, я думаю, здесь нам нужно, прежде всего, какое-то осмысление и понимание, что нужно что-то изменить. Вы знаете, я недавно вот катался на коньках, была зима, и в какой-то момент я поймал себя на мысли, что я уже на протяжении 15 лет выполняю одни и те же трюки, одни и те же действия, но это не какие-то сумасшедшие трюки, это обычные какие-то торможения, какие-то такие перекладки, в общем, я подумал, почему уже 15 лет я делаю одно и тоже, и мне каждый раз хочется что-нибудь новенькое, но я когда на катке, когда я уже в процессе, естественно, я не могу открыть какой-то учебник или открыть какой-то ролик, то есть мне нужна все-таки подготовка до этого мероприятия. Я пришел домой и начал смотреть все, что только можно было на ютубе, как можно затормозить, как какие-то трюки выполнить, то есть какие-то сумасшедшие тоже я уже не хочу делать, но какие-то простые, я смотрел, думал, вот получится у меня или не получится, и вы знаете, через неделю я снова вернулся и уже с полученным опытом попробовал сделать пару новых финтов, и у меня появились какие-то небольшие, но результаты, вот, то есть я подчеркнул некоторую информацию из одному видео, из другого видео, посмотрел, как там что-то происходит, попробовал это все совместить, небольшой совет тоже применил, и вы знаете, появились первые результаты, и вот после этого дня я пополнил свою коллекцию каких-то интересных таких финтов, которые я мог бы показывать на поле, на катке, и я прям понял, что давно я и в рисовании тоже ничего такого не применял, все-таки иногда стоит немножко, знаете, откатиться на пару шагов назад и попробовать, попробовать вернуться и заново попробовать себя научить чему-то, то есть быть открытым для вот этого обучения. Вы знаете, я помню свой путь, я его рассказывал уже в прошлом, ну, наверное, уже в первом видео я рассказывал, и там был такой момент, что я понимал, что у меня не идет прогресс, и мне пришлось сознательно упростить свою работу до каких-то больших пятен, до такой работы в виде аппликации какой-то, в виде плакатной какой-то вот такой истории плакатной живописи, где я работал большими такими плоскостями, и после этого я понял, что не так все и сложно, что работа, она как бы поддается какому-то такому плану, и когда я работаю по этому плану, я примерно представляю, куда я приду, как я к этому приду, у меня есть какая-то карта в голове, какой-то алгоритм действий, который я буду применять, если у меня вдруг что-то будет не получаться. И вот такое осмысление помогло мне достигнуть некоторого прогресса в своих работах, и об этом прогрессе я постоянно помню и стараюсь тоже рассказывать. Естественно, конечно, здесь нужно небольшое совмещение, то есть если я буду постоянно что-то менять и не задерживаться на каком-то одном действии, то это тоже не приведет к какому-то результату, то есть я должен все-таки комбинировать, я должен понимать, что, например, наброски, я не могу в них экспериментировать, в них другая задача, в них я должен, наоборот, набить руку, набить глаз. Да, но в каких-то работах ученических, например, я могу попробовать сделать что-то маленькое, попробовать что-то проверить, какие-то кисти, какие-то способы какие-то, ну, посмотреть что-то у других художников, например. И, например, на большой работе будет делать это сложно, а вот если я разобью работу на какие-то маленькие, например, из 글шевой пейзажа я буду делать камень или какое-нибудь дерево, или, например, я просто возьму нарисую облако, как сейчас, то, возможно, это поможет мне, и мне уже будет легче сделать на большой работе то что я уже сейчас проработал отработал и вот друзьям что хотел сказать в завершении этого видео подходите к вопросу с головой то есть попробуйте даже может быть записать какие-то моменты что вы делаете постоянно повторяете и приводит ли вас к результату который вы хотели бы видеть или это приводит вас к результату который только вас расстраивает и вы не понимаете как действовать дальше вот я предлагаю записать некоторые моменты по крайней мере это помогает мне понять во первых как-то структурировать эти мысли в голове и возможно следующим этапом будет записать какой-то небольшой план как не как не развиваться как не достичь определенных результатов какие действия планы какие-то упражнения вот может быть какие-то видео посмотреть например если я хочу рисовать какие-то лица портреты того наверное все таки перед началом не помешало бы освежить какие-то знания посмотреть интеллекции может быть поделать какими стадики с работ а уже потом пробовать свои силы дам либо попробовать побольше рисовать каких-то набросков предположим то есть провести такую подготовку достаточно интенсивно достаточно большую достаточно важную чтобы затем попробовать уже сделать какую-то более серьезную работу и попробовать вытолкнуть себя на несколько ступеней вперед уйти с этого плато и попробовать подняться на очередную горку итак друзья я желаю вам вот этого осмысления не отчаиваться подходить к процессу рисования с головой пробовать что-то новое изучать что-то новое быть таким человеком интересующимся которые вы знаете хочет все-таки достичь каких-то определенных результатов в изучении этого процесса не брать не скакать по верхам а попробовать углубиться в самой сути возможно вы там найдете определенные знания которые помогут вам дальнейшем выстрелить и достигнуть каких-то определенных существенных результатов и так с вами был художественный проповедник польста всем добра всем удачи всем творческих успехов видите следующих видео и 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 Продолжение следует...